Метро Ласт Лайт Метро Ласт Лайт Это действительно крутая стратегия в духе старой школы, но в современной обработке. Огромное разнообразие геймплейных механик и социальных элементов, способны увлечь любого. Здесь тебе и прокачка войск, и управление городами, и обмен ресурсами с другими игроками. Не успеешь оглянуться, а ты уже возглавляешь собственный орден. Ну и конечно, каждый может претендовать на трон, если есть желание управлять целым королевством. В общем, рекомендую всем, кто хочет посмотреть, как далеко скакнули браузерные игры. Ссылку на трон Королевства Войне я оставлю в описании. По ней, кстати, можно получить особый бонус, 200 золотых монет и один день вип-статуса, чтобы начать игру с большим преимуществом. От болванки мне понадобится только небольшая часть. Отмерил её и отрезал болгаркой на самодельной станине. Для превращения этого куска в корпус часов мне понадобится токарный станок. После протяжки всей конструкции он вроде бы начал неплохо обрабатывать металл. Сначала выровнял торец болванки. Поджал задней бабкой, так как боялся, что от ударов заготовка вылетит из патрона. После проточки торца снял сбоку около 6 мм на сторону в несколько десятков проходов. При обработке деталей пользовался автоматической подачей. Теперь постепенно нужно повторить форму оригинальных часов. Чтобы не выходить из размеров, пользовался маркерной разметкой. После обработки передней части на корпусе выточил кольцо безеля. Единственное то, что оно не будет вращаться и будет выполнять чисто декоративную функцию. Наружная часть корпуса обработана, теперь нужно расточить внутреннюю часть. Начал расточку со сверления отверстия под резец. Взял сначала малый резец и постепенно перешел на большой. У которого жесткость несколько раз выше и им можно снимать больше стали за проход. Довольно-таки долгая процедура, потратил на нее несколько часов. Заточил резец специальной формы, чтобы можно было расточить отверстие за передней крышкой. Пока не отрезал деталь от болванки, нанес на кольцо прямую насечку накаткой. Вот такая аккуратная деталь корпуса получилась. Следом за корпусом из болванки нужно выточить заднюю крышку. Примерил корпус и уже после этого отрезал крышку от болванки. Не знаю почему и как, но отрезал деталь даже не сломав отрезной резец. На такого вида станках очень сложно отрезать деталь, тем более нержавеющую сталь. Может быть мне помогло то, что я отрезал деталь в несколько дорожек. А может быть потому, что по ошибке закрепил резец выше центра. Проточил торец крышки на чистовую и перешел к кольцу. С помощью гравера и камня сделал насечки на кольце. Перед этим разметил деталь на сегменты по 9,5 мм каждый. Удобнее всего это делать в токарном патроне. Резец на передней части разметил край остекления часов. И убрал лишний металл гравером с той же насадкой. Тут нужно быть аккуратным и держать гравер крепко, чтобы камень не соскочил и не поцарапал лицевую часть. У меня все-таки пару раз шарошка зацепила лицевую поверхность. Из оставшейся болванки буду делать крепление для ремешка часов. Для этого разметил и вырезал из круга брусок. А уже из него вырезал две одинаковых детали. Ремешки будут держаться на штифтах, так же как и в обычных наручных часах. Для них я болгаркой сделал проточку. Для прилегания деталей к корпусу проточил полукруг в каждой заготовке. Так же на креплениях сделал спуски шлифовальным кругом. Сейчас крепления параллельны задней крышке, а нужно сделать так, чтобы они повторяли анатомию руки. Для этого на креплениях сделал небольшой скос. Припаивать их буду с помощью артофосфорной кислоты и обычного мягкого припоя. Не стал использовать тугоплавкий припой, он здесь ни к чему. И без него всё будет прекрасно держаться, из-за довольно-таки большой прилегающей поверхности. Единственное, эти детали нужно паять мощным паяльником, в моём случае он был 100 ваттным. Шов обработал металлической щёткой и алмазной фрезой. Припой не так сложно снимается, из-за его малой жёсткости. Корпус почти готов, осталось придумать крепление задней крышки. Для этого я буду использовать винты и гайки для крепления печатных плат. Для них на лицевой части в выступах просверлил отверстие. Гайки припаял к задней крышке, но перед этим в них нужно вкрутить винты, иначе вся резьба покроется припоем. Осталось убрать все наплывы и корпус для часов готов. В боковых креплениях ремешка для штифтов просверлил скрытые отверстия с внутренней стороны. Ремешок сделал из нейлоновой стропы 25 миллиметров, цвета хаки. Есть два варианта крепления его к часам. Такой вариант прост в реализации, и часы на морозе не будут охлаждать руку. Можно сделать классический вариант из двух ремешков, но нужно будет прошить их на швейной машине. Взял пряжку от часов, которые будут выступать в качестве донора для моей самоделки. Они стоили 350 рублей, не так дорого, как покупать все отдельно в часовой мастерской. Для пряжки склеил петлю, ее по-хорошему нужно еще прошить. Раскаленным ножом сделал отверстие для язычка, и надел на ремень пряжку. По размеру моей руки лишнюю часть ремешка отрезал. После изготовления основных деталей корпуса часов, можно переходить к электронике. Основной видимой частью в этих часах являются индикаторы. Взял такие, потому что не удалось найти тонких СНД индикаторов желтого цвета. В основном все зеленые и красные, а мне нужно повторить желтое свечение газоразрядных ламп. К сожалению, в природе не существует газоразрядных индикаторов маленького размера, и их пришлось сделать из светодиодных индикаторов. Мозгом часов будет MK Arduino Pro Mini 8 Гц 3.3 Вольта. Она небольших размеров и спокойно помещается в корпусе часов. Питать всю систему будет аккумулятор на 3.7 Вольта, который мне пришлось поменять из-за его размеров. Также еще будут кнопки светодиода и другие компоненты, которые вы увидите далее. Первым, что сделал, это стал превращать светодиодные индикаторы в газоразрядные. Сначала убрал высоту индикатора на пару миллиметров и закруглил края. Это делается несложно и не повреждает светодиоды. Убрал риски от грубой наждачки для равномерного нанесения краски. С помощью капиллярного маркера закрасил весь пластик в черный цвет. Оказалось, очень кропотливая работа. Разбил газоразрядный индикатор и снял с него сетку. Окончательную форму придал с помощью прозрачного эпоксидного клея. Прогревал его газовой горелкой, чтобы выгнать все пузырьки воздуха с поверхности. В данном случае эпоксидный клей повторяет форму стекла, газоразрядного индикатора. Все это дело будет крепиться на текстолите круглой формы. Насверлил отверстие в платье и прикинул, как будут смотреться на ней индикаторы. По прошлому опыту при изготовлении печатной платы для гаусс-пушки у меня не получилось перенести рисунок на текстолит. Я сразу решил нарисовать дорожки маркером. Схему подключения вы также можете найти под видео. Травить плату буду хлорным железом, раствор растворит всю незащищенную фольгу. Осталось прошить микроконтроллер и начать собирать все компоненты вместе. После подключения нужна проверка кода. Как всегда не с первого раза все получилось, но по итогу все заработало, а значит можно продолжить работу. После того, как узнал расположение кнопок, прострелил под них отверстие в корпусе. Внешние кнопки выточил из нержавеющей стали. Синяя колба в часах будет сделана из подставки для светодиода, в которую будет вставлен сам светодиод. На подставку выточил и надел пару колец. Залил ее эпоксидным клеем и вставил в нее светодиод. Кольцем припаял ножки для крепления колбы к печатной плате. Закрасил черным цветом печатную плату и приклеил к ней декоративных элементов в виде резисторов и конденсаторов. Осталось только сделать стекло и можно собирать все в единое целое. Стекло взял от донора и вырезал в нем канавки под крепежные винты. Перед сборкой к печатной плате припаял разъем для зарядки и сам аккумулятор. Ну и на этом моменте часы из метро готовы. Сейчас я расскажу как они настраиваются и их функции. При нажатии нижней кнопки переходим к настройке времени. Если нажать на нее еще раз, происходит переход между часами и минутами. Верхняя кнопка закольцованно меняет цифры для настройки времени. При нажатии двух кнопок одновременно происходит выход из меню настройки. Если нажать две кнопки одновременно из обычного режима, часы переходят в спящий режим для сохранения энергии. Повторное нажатие двух кнопок возвращает часы в обычный режим. Если заряд аккумулятора подходит к концу, синяя колба начинает мигать. Заряжаются часы обычной зарядкой в 5 вольт. При нажатии верхней кнопки включается 5-минутный таймер. Когда время остается меньше минуты, цифры начинают мигать, предупреждая о смене фильтра в противогазе. В общем, такими получились часы из игры Метро 2033. Есть еще идея сделать часы из новой части Метро Эксодус. Они отличаются корпусом и внутренним оформлением. К ним еще можно добавить несколько интересных функций и сделать корпус, например, из серебра. Пишите в комментариях, интересно ли вам это и хотели бы вы увидеть эти часы на канале. А пока всем спасибо за внимание. Оценивайте это видео и подписывайтесь на канал. Здесь еще будет много чего интересного. Субтитры сделал DimaTorzok